Встреча с Ливаном Тысячи взрывов прозвучали практически одновременно на оживленных улицах Ливана. Началось все с пейджеров. Следом сдетонировали рации. Взрывались ноутбуки, смартфоны, автомобили, скутеры. По последним данным число погибших превысило 30 человек. Тысячи ранены. Обстановку в Бейруте описала россиянка Екатерина, которая живет в стране около 30 лет. Обстановка, конечно, в Бейруте такая не очень спокойная, скажем, неспокойная. Люди напряжены. Сейчас в местах большого скопления людей не разрешают пользоваться ни сотовым, ни телефоном, вообще никаким средствами света. Есть версия, что пейджеры начинили взрывчаткой по заказу израильских спецслужб. Устройство начали поставлять в Ливан еще в 2022 году. После масштабной трагедии городские больницы переполнены. Среди пострадавших много женщин и детей. На помощь прибыли врачи из Ирака и Сирии. Россиянка Мария, проживающая в Бейруте больше 30 лет, отмечает, ливанцы в трудную минуту всегда готовы помочь друг другу. Очень много было желающих сдавать кровь, помогать. Просто откликнулись многие. Красный крест заявил, больница заявила. И, кстати, врачей не хватало, потому что очень много пришлось делать операций на глаза, если вы это слышали или заметили, потому что пейджеры его держали в руках, например. И у многих именно повреждены глаза. И врачи глазные работали просто по 15 часов. Как сообщают зарубежные издания, обе атаки были тщательно спланированы в условиях строжащей секретности. Якобы Израиль создал подставную кампанию для выпуска смертоносных пейджеров, которые затем и поставили в Ливан. Со взрывами связали венгерскую фирму Бакконсалтинг, у которой был контракт на производство устройств от имени тайваньской компании Голтапола. Но там опровергают какое-либо причастие к атакам на Ливан. Израильская разведка работает очень качественно и понимала, что созданные теми или иными фабриками изделия пойдут именно туда. И в процессе логистики, либо уже непосредственно перед передачей, положила какие-то комплектующие, которые оказывают детонирующее воздействие. И более сильный эффект при взрыве. На фоне массовых подрывов пейджеров в Ливане стало ясно, что то же самое можно проделать и со смартфонами. Устройства с литий-ионными аккумуляторами могут перегреваться и воспламеняться, или даже взрываться. А в СМИ распространилось видео, на котором экспериментаторы якобы взорвали айфон на расстоянии. Метод, с помощью которого подорван телефон, не уточняется. Эксперты говорят, распознать заряженные взрывчаткой гаджеты в бытовых условиях крайне тяжело. Это подтверждает и произошедшее в Ливане. Мы в данной ситуации явно имеем дело с каким-то иным взрывчатым веществом, не тем, которое мы привыкли встречаться в обиходе. Тратил или пластид, который на самом деле и просвечивается, и издает запах, который чувствуют не только собаки, а специальные газовые анализаторы. Ну, насчет того, что просвечиваться, это достаточно просто. В общем-то, там, какой-то литиевой батарейки это скрыть, и этого вещества не будет видно в рентгене. Но то, что оно не пахнет, как обычное взрывчатое вещество, а какие-то другие у него параметры, это факт. Тем временем в России пейджерами уже не пользуются. По словам экспертов, последняя лицензия на пейджинговые услуги закончилась более года назад. А вот рации, подобные взорвавшимся в Ливане, еще можно найти в продаже на просторах интернета. Вызывает опасения и случай, который произошел в Москве на Арбате, прямо во время атаки Израиля. У мужчины взорвался телефон. Он получил ранение руки и не стал ждать скорую. Но пока версия взрыва – перегрев аккумулятора. Такое случалось и раньше. В прошлом году у школьницы в портфеле загорелся повербанк прямо во время урока. Теперь всем спецслужбам нашим нужно будет следить и на таможне следить, таможенной контроли и так далее. Специально отслеживать и соответствующее оборудование приобретать, как все это устроено. Что еще раз ставит вопрос, кстати, об импортозамещении. Все, что можно не покупать за границей, лучше производить самим. Потому что где что монтируют и каким образом это проникнет на территорию других стран, сложно сказать. Вот этот случай – это удар большой по глобализации. Израиль не взял на себя ответственность за взрывы в Бейруте. Но, судя по заявлениям Минобороны этой страны, эксперты не исключают обострение конфликта. Елена Любимова, Денис Беляев, Москва, 24.